Продолжение следует... ...в инстаграм, создают свой канал на ютубе, а теперь еще и начинают онлайн занятия для родителей. Как попасть на такой урок, сегодня нам подробно расскажет Татьяна Кузнецова, главный внештатный педиатр Минздрава Хакасии, заместитель главного врача Республиканской детской больницы. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Татьяна Григорьевна, расскажите о проекте «Доктор рядом», как и для чего, самое главное, он появился. В начале 2020 года мы в коллективе наших докторов приняли решение, что нужно активизировать работу с нашими родителями. Ну, в принципе, не только с родителями, но и с бабушками, с дедушками, с теми, кто оказывается рядом и воспитывает ребенка. И посидели, подумали и решили, что формат общения будет почным, чтобы видеть в глаза в глаза родителей, чтобы отвечать на их иногда каверзные вопросы. И перед этим мы запустили свою страничку в Инстаграм, в том числе с лентой, чтобы понимать, какие вопросы наиболее актуальны для наших родителей и то, что они хотят услышать от нас. И таким образом, в январе 2020 года мы стартовали, девиз нашей школы был «Доктор рядом», потому что мы хотим всегда быть с родителями, и у нас одна задача – это сохранить здоровье и жизни наших детей. И, конечно же, девиз, который мы несем, с которым мы работаем – это «Вместе мы сможем больше». И все это направлено, конечно, на сохранение здоровья, прежде всего, и жизни наших малышей. В режиме онлайн сегодня это наиболее чем актуально. И расскажите, какие темы вы уже просматривали, и какие вопросы чаще, может быть, задают? У нас до начала пандемии, которая изменила вообще образ жизни, не только нас, как органы здравоохранения, но и в целом жизнь населения, конечно же, все претерпело изменения. Но до того момента у нас уже прошло 4 школы, где мы рассмотрели наиболее актуальные на нас взгляды, на нас взгляды тех родителей, которые с нами были в тандемии, и обсуждали вопросы, и подготовку к данным мероприятиям. Мы рассмотрели темы, когда обращаться к врачу, в каких ситуациях, как правильно и без паники начать снижение температуры у ребенка, какие препараты должны быть дома, и как правильно их давать до приезда доктора. И, конечно же, такую актуальную тему была затронута, как кашель у детей, потому что это основная, как правило, жалоба у детей первых лет в жизни, которые обращают внимание и обращаются к нам за помощью, к нашим родителям. Это мы рассмотрели, и был у нас мастер-класс по использованию неблазерной терапии в семьях. То есть наши родители все попробовали, потрогали, и в нашем присутствии мы пытались проводить ингаляции детям. Татьяна Григорьевна, скажите, пожалуйста, такие занятия, они пользовались успехом у родителей, и самое главное, как же они проходили до пандемии, для того, чтобы нашим телезрителям, тем, кто не знаком с вашим проектом, сориентироваться, потому что сейчас я знаю, что всю важную информацию вы стараетесь онлайн выложить, ответить на все вопросы, а до пандемии, как доктор рядом оказывался? Да, у нас все разделилось до и после. До момента до мы принимали наших родителей, наших пап, мам, бабушек и дедушек в наших стенах. То есть был выделен учебный класс, папили на функциональные материалы, и мы очно, то есть я и мои коллеги, готовили лекционный материал для родителей, и его презентовали. Немножечко сейчас формат меняется, мы тоже к этому шли, все непросто, мы тоже осваиваем наши техники, подключаем наши информационные службы, и сейчас выходим на обучающие площадки, которые будут охватывать, мы надеемся, не меньшее количество родителей, но здесь мы имеем возможность запускать повторы и присоединять уже другую группу родителей. И в те моменты, когда мы проводили школу, учитывая вместимость зала и класса, в котором мы проводили занятия, это было от 20 до 25 мам, ну в смысле не мам, а взрослых, те, кто был заинтересован в получении информации. Поэтому, вот так, такой был охват до начала пандемии. Сейчас, при запуске новой технологии, мы надеемся, что это будет больший охват, в связи с тем, что нашим занятым родителям не придется покидать дом, оставлять малыша, и выезжать на проведение и прослушивание нашего лекционного материала. Татьяна Григорьевна, ну вот вопрос возникает такой логический, но все-таки такие встречи планируете, конечно же, после того, как эта ситуация в нашей республике разрешится, как у нас станет меньше заболевших, такие встречи возобновлять с родителями? Конечно, многим мамам, наверное, и бабушкам, и папам намного удобнее задать тет-а-тет какой-то вопрос интересующий, ну может быть и в компании таких же родителей. Мы очень хотим возобновить наши рочные встречи, потому что, ну, тут даже раскрою тайну, мы приобрели очень шикарное обучающее оборудование, это куклы-манекены, на которых можно отрабатывать практические навыки, это и сердечно-легочную реанимацию в том виде, который необходимо каждому обывателю, потому что мы бываем с детьми на природе, и дети у нас бывают в воде, и просто какая-то ситуация случается, что может потребоваться оказание первичной помощи, поэтому мы очень надеемся и готовимся встретить наших родителей в наши стены. Ну вот вы уже рассказали, что вы очень активно сейчас будете работать онлайн, переходите, да, вот на этот формат работы. Я так понимаю, что и YouTube-канал, я уверена просто, что он будет востребован у родителей Республики Хакасия. Расскажите, пожалуйста, а вопросы можно будет задать? Можно будет формировать темы, которые интересно послушать, интересно узнать информацию? Действительно, мы все то же самое оставим, и будем активно работать с нашими подписчиками на страницах Instagram, где предварительно собирается информация, что так же интересно. Но в связи с тем, что мы уже как бы имели свой план работы, и уважаемые родители нам подсказали все, что они хотят услышать, поэтому на первые стартовые занятия в новом формате тема у нас есть. И имеется возможность на тех площадках, которые мы будем использовать, задавать нам вопросы. Вот количество участников таких встреч, оно будет ограничено? Нет, оно не будет ограничено, то есть этот вопрос технически уже обработан, но будем смотреть, как пойдут первые занятия. Это мы сейчас с вами про YouTube говорим? Да, мы говорим о YouTube и площадке для обучения. Ну и, наверное, очень интересно и нашим телезрителям сейчас прямо узнать, чему же будет первая встреча посвящена, какая будет тема? Сейчас первая тема и очень актуальная тема, мы хотим поговорить о профилактике геморрагической болезни у детей. То есть это новорожденные дети, это где впервые родитель должен принимать решение уже в первые сутки жизни ребенка, то есть при рождении. И мы хотим подготовить не только тех мам, которые уже ждут на этапе ожидания малыша, но и тех, кто будет планировать следующих своих пополнений в семье и рождение новых малышей. А это серьезное заболевание, да, Татьяна Григорьевна, почему именно эта тема стала первой, вот, открывая такой этап работы? Да, Наталья, это очень серьезное заболевание, так как развитие этого геморрагического синдрома, ну, с простонародным, как можно сказать, кровотечением, может привести к молниеносной гибели детей или развитию инвалидности. Поэтому мы хотим об этом поговорить. Татьяна Григорьевна, расскажите, пожалуйста, а как часто вы планируете проводить такие встречи с родителями? Да, на сегодняшний день план у нас примерно составлен, но пока мы останавливаемся на раз в месяц. Дальше мы будем смотреть силу загруженности наших докторов, в том числе. То есть это будет проходить, я так понимаю, в формате, ну, если можно, так сказать, пресс-конференции, да, потому что вы сказали, что вопрос задавать можно будет. Да, наверное, сейчас очень, опять же, в связи с пандемией, мы сегодня это слово часто говорим, все-таки перешли, в том числе и ведущие учреждения Российской Федерации, то есть наша медицинская организация, на формат вебинара, ну, так можно сказать, вебинара, то есть где ты можешь онлайн с профессором, которого ты, может быть, никогда не видел, никогда с ним не общался, читал только его монографии, а сейчас ты имеешь прямую возможность поговорить с ним онлайн. Это очень здорово, поэтому я думаю, что, наверное, родителям нашим тоже понравится такое общение с нами. Татьяна Григорьевна, у меня вот еще такой вопрос, если возможно, скажите, пожалуйста, как родителям найти вас в Ютуб, какое имя будет присвоено вашему каналу, чтобы уже четко понимать всем, и еще раз, что будет даваться консультации во время всех этих встреч. Наталья, буквально еще вот тут технические вещи день-два, и эта информация появится и на нашем официальном сайте нашего учреждения. Мы будем сдавать памятки при выписке пациентов из стационара родителям группы, на амбулаторном этапе, и, конечно же, сейчас самое главное место рекламы это страничка в Инстаграм. Скажите, пожалуйста, многие гости отмечают, что вот эта не очень хорошая для нашей республики ситуация, пандемия, она все-таки позволила какие-то новые форматы в работе в своей найти, плюсы, да, узнать. Вы как доктор с таким хорошим опытом работы, как профессионал, скажите, как вы считаете, вот насколько полезны будут такие встречи для родителей, и, как вы думаете, актуальна ли сегодня такая работа? Да, Таня, мы тоже с вами перед встречей этот вопрос тоже обсудили. Да, ситуация, которая сложилась не только у нас, но во всем мире, заставила двигаться вперед и искать новые пути общения не только с пациентами, но и с коллегами, взаимодействие даже внутри медицинской организации, потому что, учитывая необходимость соблюдения эпидемиологической безопасности и социальной дистанции, мы стали проводить планированные совещания в виде скайпа, скайпа, то есть друг с другом иногда мы не встречаемся, а мы на рабочем месте видим друг друга только в экран монитора компьютера. И, конечно же, мы очень надеемся, что родителям это будет удобно. И когда все началось с коронавирусной инфекцией, мы, наше учреждение, одно из первых, вообще единственное в республике, мы перешли на дистанционное наблюдение детей с коронавирусной инфекцией, так как коронавирусная инфекция у детей протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно, но пациенты выделяют коронавирус и в связи с этим они изолированы. Благодаря нашим ребятам, технической службе мы создали пилицентр, где выделен специалист, и все детки в ежедневном режиме наблюдаются дистанционно, общаются с родителями, при этом мы помогаем не только нашим детям, но и параллельно решаем вопросы взрослых. Ну что ж, Татьяна Григорьевна, большое вам спасибо сегодня за столь важную и интересную информацию для наших телезрителей. Всего доброго и до скорой встречи в эфире, и в том числе на вашем YouTube-канале. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Вопрос дня». Если у вас появились вопросы, вы можете позвонить и к нам в редакцию. Наш номер телефона 298 800. Мы с удовольствием ответим на них в эфире канала РТС. Всего доброго, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова